Я пошла к мужу, и вот так телефон показываю, и говорю, я, кажется, стала победителем. Свой билет выигрышный я купила на почте. Узнала я выигрыши с помощью телефона. Я выиграла в лотерею золотая подкова, и выиграла я загородный дом. И решила взять выигрыш деньгами. Когда я увидела, что я стала победителем, то я сначала даже не поняла и не поверила тому, что вот такую сумму я выиграла. Вообще, в Вихоревке мы победителями были первыми. Все, конечно, были очень рады, все нас поздравляли. Но никто не верил, что мы его, этот выигрыш, получим. Почему? Вот когда мне перевели деньги со стола тонн, когда я их уже получила, я была дома. Я же захожу в телефон и вижу, что там вот такая сумма. Какое-какое-какое-то неверие было, что вот действительно эти деньги я получила. Свой выигрыш я потратила на приобретение недвижимости для своего сына. Мы давно мечтали уже купить детям квартиру. И тут вот прямо как было специально, как будто бы судьба. Мы эту квартиру купили без ипотеки. Все очень удачно получилось. Если я там на почте, то я всегда, конечно, покупаю. Если, допустим, я выигрываю небольшие суммы, например, вот 100 рублей, там 75 рублей, да, я на них снова беру билеты. Билеты я беру всегда на мою. Отрываешь эти билеты, и то получится такая судьба. Я покупаю это жилищные лотереи, например. Это золотая подкова. Русское лото тоже покупаю. Я играю в разные моментальные лотереи на сайте 100 лото. Я читала много, что есть люди, которые выигрывают, и причем даже и большие суммы второй раз. Я верю, конечно, что выиграть второй раз можно. Я всегда верю, что мне повезет. Я участникам хочу пожелать, конечно, продолжать играть. Продолжать играть и все равно, и верить в удачу, она все равно, она обязательно наступит. Лотерея – это, конечно, удача. Может повезти любому. Нужно просто верить и покупать билеты.